Короче, ребята, первый раз вижу, нахожусь в бункере, где хранились ядерные боеголовки. Получается, вот железный корсет, так, а внутрь заливался бетон. А вот это петли. Представляете, ребята, вот это петли дверные, которые держат вот эту дверь. Смотри, желтки-то стеклянные. Слушай, точно стеклянные. Слушай, тут может радиация? А что мотосиметр не взяли? Здесь была воинская часть. Именно та, которая занималась обслуживанием ядерных боеголовок. Здесь недалеко стоял полк дальней авиации. Стратегического назначения. Булбасово такое есть место. На территории этой части, которая здесь была в лесу, здесь хранились ядерные боеголовки. И вся часть, которая здесь работала, они занимались обслуживанием. Наша задача сейчас дойти в захоронилище, где хранились сами ядерные боеголовки эти, которые выдерживали прямой ядерный удар, бункера этих. Их здесь было три. Те, кто работал именно с оружием партии, его вообще называли оружием партии. Потому что даже я, когда служил в армии, у меня спрашивали, кто-то у этих горловина служащих. А мне с детства было запрещено вообще на какие-то темы рассуждать, с кем попало. Потому что в то время, если я не ошибаюсь, отцу 40 рублей только за то, что он молчал платили. Да? Да. Доплачивали к зарплате, да? Ну, к кладу. Так они в Москве подчинялись. Они не подчинялись кому-то там Булбасово. Если Булбасово был командир полка, он же был командир гонезона или как там, то здесь был другой командир. Я боюсь облучиться. Ну, у него может осталось пару раз. В смысле, за что, взяться и есть в воде? Ну, как ты думаешь? Я же не знаю. Вот тут что-то уже серьезное, Володя. Да, это очень серьезные вентиляционные шахты стоят. Это получается, расступали или что-то, где-то въезд как-то был. Глянь, люки. Ну, металлические люки. А, ну вот, аппарель. Прикинь. Что это? Вот это вход в здание, вот эта дверь железная закрывала его. Вот это вот двигало? Это дверь, глянь, они вот на рельсах. Рельсы срезали внизу, а вот это сама аппарель. Знаешь, вот эта дверь, она закрывала здание. Слушай, ты-ка, сколько она весит, эта дверь? Я не знаю. Она полностью железная, что ли? Железобетонная, железо с бетоном. Охренеть. И тут еще что-то так, а что мы пропустили? Слышишь, а что-то за бутылки валяются. Да хренус это, мужелый. Лекарственные препараты. Там коробка с лекарственными препаратами с каким-то. Что там? Мюкацина какого-то. Глянь, здесь не проста. Так и сверху, смотри, тоже. Буланка. Слушай, так это вот это вот ядерное хранение еще. Я не знаю, а здесь... Смотри, какие завесы, Володя. Я вижу, я смотрю, это же не первый завес. Это первый вход. Внизу среза, да, вот первый вход. Вот второй. Внизу кто-то срезал петлю. Ганя, мы сюда не зря зашли. Пойдем прямо? Давай прямо сначала. Ганя! О! О! Есть кто? Есть. Сейчас гранату кину. Да, да. Какая? Волк здесь. Выси же. А? Где-то. Где-то. Это да. Ганя. Ау! Здесь самые злые здесь вот были. Что-что? Самые злые здесь вот были. Блин, ты посмотри, здесь даже внутренние завесы взяли. Это вообще что-то жесткое. Ганя, это туалет. Ганя, это сразу битый. Вышел вон, да? А? Прикольно. Вообще прикольно. Души ведь... А, слушай, здесь могли обмываться. Смотри, какие-то стеклянные. А ганеры какие-то. Слушай, точно стеклянные. Здесь реально может даже раствором обрабатывались они. Когда... Слушай, тут может радиация? Может быть. А что ты думаешь? Ну, нахера вот эти стеклянные люки были? Чтобы все было герметично. И комнаты, ты посмотри, как замурованы. И здесь руки, блин. А там что-то над нами получается. Еще что-то есть? Ну, верно. Не видно. Сверхи пробивают люки. И где люки? Ваши. Эти люки, ну. Вон побитый люк, смотри, Володя. И что там? Там... Вентиляция. Каталог, да. А что стеклянные? Вот так вот. Здесь вентиляция. А вот здесь, скорее всего, само крылья еще было. Грань. Обалдеть. Вот это ангары. Чекатка наточки. Это очень банк. Строго соблюдать режим секретности, выполняя работы. Режим секретности. Ребята, на каком-то мы очень серьезно. Это очень хорошая вывеска, да? Да. Вон еще одна, точно такая же. Через два метра вывеска. Перед выездом проверили справность тормозной системы прицепа. Слушай, это, походу, здесь грузили этими боеголовками? Я не знаю. Тут вон еще один кукат. Запрещается работать с электроударным инструментом. С электроударным инструментом, наоборот. Ну, напряжение выше 36 вольт. 36 вольт. Таким? Ну. Прикину. Да, ребята, тут что-то. Я не хотел. Очень серьезное было. Володя, слышно, что по-любому радиация есть. Ну, так и что? Так, ну, что. Мы сейчас облучим. А почему мы дозиметр не взяли? Потому что его нигде нельзя взять. Перед выездом справность тормозной. Слушай, ничего себе тут. Вообще, с другой здания. С другой стороны, с другой стороны, здесь. Так. Строго соблюда режим и секретность выполненных работ. Мне вот реально хочется с дозимером сюда прийти посмотреть. Смотри, запрещается работать с кольцами и всякой криминами. Запрещается работать с надетыми кольцами, браслетами и часами. Вот это, да? Эхо. О! Барбин. Я впечатлен в Володя. Это нереально. Вообще нереально. Это показывает. Что-то дам. Тихо. Что-то написано. Божность. Нет. Соблюдайте меры. Соблюдение мер предосторожности. Важность. Важность какая-то. Дай, что? Важность. Внимание. Категорически запрещается переносить груз. Что груз? Блин. А там под зданием подвал. Подожди, подожди, сейчас не слышно ничего. Эхо. Володя, стой. Что ты говоришь? Так, проверь надежность заземления. Осмотри разъемы перед стыковкой. Команду стоп. Выполняй независимо, кем она подана. Убедись, что колеса контролера заторможены. Контролеры. Контейнера. Так, не оставляй без присмотра подключены. Так, не работай. Не работай более чем. С одним чем-то. Не работай неисправным инструментом. Не работай более чем одним инструментом. Потому что все инструменты были подписаны. Это точно знаю. У меня были в полку и то подписаны. Не работай без чего-то. Тянуть за живот. За щеку. Слышишь, а что значит вот это вот у меня? Убедись, что перед стыковкой. А вот. А смотри разъем перед стыковкой. А когда, мне кажется, к изделию подсоединяли шевер, чтобы проверить все нагрузки, все прапитные. Да? Слышишь, ну-ка выключи фонарик. Я тут вообще не москов не. А! Ага-ага-ага-ага! Тут кругом радиация. Вот нужно ставить в этот момент уже лайк. С вашей больше не общаетесь. Ставить на лайк, ставить, подписываться на канал обязательно. Комментарии. Ну вот какие-то тоже тут помещения. Лампа еще советская висит. На потолке. Шкафчики. Шкафчики. У вас на радиационной стояло устройство там тоже. Заходи. А, ну тут такое. Да. Сейчас он планеты. Пошли на ту сторону, мы слева сходим. Посмотрим. Глянь, здесь точно такие же двери. Ну это выезд уже. Какой-то афер-воезд. Тут еще одну дверь сняли. Здесь их три было. Глянь. Слушай, реально, ребята, здесь стояла дверь. Вот ее толщина. В толщину проема. Здесь тоже стояла дверь, ее нету. А здесь дверь осталась. Вот, вот это все толщина двери. Которая выезжала и заезжала вот туда. А здесь моторы стояли, которые ее таскали. Да, конечно, тут не очень. Я уже себя берегу туда. Вот, блин, по этой рельси шли. Ну. По улице было. Блин, я представляю, что какая-то дверь весела. Слушай, она же железная. Тут она железная. И бетон, ну, только как бы, мне кажется. Посмотри, бетон. Да не какой бетон, железо. Ну как, железо. Бетон и железо. Железо-бетонное, мне так кажется. Хотя, с другой стороны, их тут три было. Ты представляешь? Раз, два. Здесь даже вот начали вылезать, пробовать. У них ничего не получилось. Швеллер. Ну, кажется, в эту страну идут, посмотри, как здание вылезет. Ну, вот дорога туда дальше. Пошла на бетона нет. Ну, будем сейчас искать. Это первый бункер мы нашли. Это наземный. Это наземный? Да, это второй. А первый и третий подземный. Здесь хранились боеголовки, которые в случае войны или какой-то угрозы влаживались в ракеты. Ядерной боеголовки. Конечно. Вот и сама боеголовка ядерная. Открывался люк, вложилась ракета, боеголовка в ракету. И везли в Булбасово. Поэтому переводом выставляли людей, охрану. Вот сюда заезжала машина. Из этих вот цехов выносили. Или они сами могли отсюда на чем-то вывозить. У них здесь поверхность. Ребята, если кто-то знает вдруг, вот что здесь было, пожалуйста, в комментариях напишите. Может, что-то похожее, кто-то сталкивался. Работал, может, где-то читал. С очевидцем будем разговаривать сегодня-завтра. Да? Кто здесь реально работал. Круто. Потом все разъясним. Ну, подсказывайте, объясняйте еще. Отключи рубильник. Перед работой на мосту крана отключи рубильник. Так, здесь кран ходил сверху. Вот он, да. Вон, стоянка крана. Да, поверху ходил кран. Вон он нарисован, Володя, видишь? Все то же самое. Слушай, а что пол такой шубой стал? Смотри, вот. Видишь? Шуба такая, на полу. Это, кстати, чем-то он покрытый был. Типа линолеум. Ну. Тут, походу, стояли прицепы какие-то. Потому что, видишь, где написано про прицеп, что-то проверить тормозную систему прицепа. Здесь уже на изделия стояли. Или ракеты. Я пойму, что-то надо, чтобы кто-то, понимаешь, кто-то был из тех, кто уже может... Кто-то пролил свет нам. Так, категорически запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии. В подвешенном состоянии это что? Это кран. Вот на кране висел груз, его нельзя вставлять в подвешенном состоянии. Ну, здесь то же самое. Вот рубильники какие-то. Видишь, доль. Смотри, что с рентгенцем захватывали. Ну, что тут, да. Сорв-проводов нет, вон провода, видишь. Ну, ладно, они тут, глянь, торчат же, не украли. Ну, так они не достали просто. Да, да. Мы как, походу, с этой стороны. Здесь, походу, два подразделения разных были. Те же самые душевые. Да, с той стороны мылись. Тут была, ну, группа, группа у них. Группа, вот как выскатрильник, там, группа такая-патрильник. Слушай, а что потолки стеклянные? Я не понимаю. Ну, не знаю, может контролировать, может еще чего-то. Может, что вам пришли, мне было здесь специальное освещение сверху было. Это какое-то освещение? А, ну да. Ну да, Макс, что свет сверху падал. А, чтобы они не были полностью, что лишь когда выходили отсюда, понимаешь? Они должны были выйти под собой в какой-то степени, в какой-то камере. Володя мне только что сказал, что ему отец рассказывал, подожди, что работали здесь с дозиметром, да? Ну, конечно, защищенные, это уже реально была радиация. Как только пикнуло, сразу нужно было отсюда выходить, ограниченное время. Подожди, да кому сколько здесь находимся? Так тебе уже вообще сейчас ничего не делали. Бля, Володя. Может, наоборот, как... Почему ты не знал дозиметр? Ну да. Тут тоже, наверное, что там вентиляция. Вентиляция, да. Это что такое там? Там вообще проходы конкретные. Внутри такие петли. Там три прохода еще. Я думаю, что их где-то... А, так это двери. Вот, а их тоже нету, видишь, здесь. Раз, дверь достали. Два, дверь достали. А, теперь назад и возвращаемся. Ну, назад пришли, конечно. А вот эта дверь стоит. Слышишь, здесь три двери. Пять. Три. Четыре. Четыре. И пять. А снаружи здесь просто растут елки. Сейчас мы находимся над бункером, над этим. И это просто обычный лес. Обычный. Да, всегда не тонные такие. Прикольные такие, да? Как у немцев. О, смотри, Володя, колодец какой. Блин, туда если улететь, а? Что? Если туда улететь, Володя, это все. Блин. Так, что тут написано? Это уже современное, наверное, да? 91 год. 91 год. Гортоль, 93. Ивацевичи. МВП, РО, СВР и крылышки и пропеллер. Ростов-Дон. Может, ВВС? ВВС, военной воздушной силой. ВВС. ВВС. Здание номер 2. Это такой же Володя бункер. Наподобие. Он здоровенный тут вообще. Что там написано, ты видишь? И так давай. Паша лезет. Паша фонарик выскочит, аккуратней. Это он так держится. О, вору не залезу. Со свистом ваш? Давай. Соблюдение мер безопасности. Дело государственной важности. Вот такие вот лозунги здесь. Комнаты пошли. Тут что? Такая же комната. У стола. Краска с окранили. Да. Хорошая, хорошая, вишничая. О, вот это какой-то кабинет важный. Смотри, отбит кожей. Ну-ка, дерни. Отдел какой-то был. Спецотдел. По-любому. В то время дермантином убил. Комната для умывания. Комната для умывания. 19. 19. 20. А? Ух ты. Володя, смотри, что я нашел. Что? Иди смотри. О, так у меня такая же история. Смотри. Только вся расстреляна. Ага. Тут он гасил. Ну-ка, поверни доску, посмотрим, с чего тут валили. Это пневматика, да, детская? Ничего серьезного. Вот какой-то стол был, видишь? Писали. Или это дневами слева какой-нибудь такой. Или писали что-то. А видишь, тут какой-то рючок есть. Да, типа книжки дневами. Ложили туда, внутрь прятали что-то. Да, это был штаб. Приемное устройство Днепр 1К. Это устройство такое? Ну, вот написано. Приемное устройство Днепр 1К. Запомни, узнали. Наверное, надо будет загуглить. Почти Днепр 1К. Ну, обычная комната. Ничего такого. Тут столы. Фанера. Вон стойка. Вверху что? Рожки, ножи. Где тут ножи? Я так думаю, что это оружейный шкаф. Наверное. А что на бумажке на этой? АК-74 и номер. АК, АК, АК. АКМ. АК-74 и номер. Противогаз номер. Это мишень. Силуэт 1. Да, АК-74 номер. Так что, не знаю, на память не было. Ну, тут так, да, надеянно. Тут же еще один должен быть, да? Да, третий. Так. АК-74 номер. Так, кто-то вот, 1990 год. 1990 год. Народный календарь. Ну-ка, подержи. Фонарь и сладкий. 5-го, 11-го, 87-го. Заказ. Цена 9 копеек. Ленинградский комбинат цветной печати. Точно, и Ленинград он нарисован. Представляете, это Эрмитаж. Эрмитаж. Бывший зимний, конечно. О, бабочки. Бабочка, да. Ну, пускай зимой. Не трогай, пускай зимой. Куда? Ну, ну-ка, что? Хорошо, да, третья хранилищка пошли искать. Подходим к основному бункеру, к третьему. Вот. Кажется, что-то лес, а на самом деле, там, видите, бугор какой. Ну что, полезем? Ну, конечно, ну, зачем мы пришли сюда? Чтоб постоять. Смотреть. Ну что, полезли? О-о-о. Слушай, тут уже кто-то, блядь, разложил. Да, тут нам вообще облегчили. Слушай, тут так тепло. Слышу, Аллах, я думаю, что это пахнет. Это на радиации. На радиации. Ты что, послышишь, вот это вот, вся вот эта херня, это все закрывается? Конечно, наверное. Подожди. А как она сдвигается? Я думаю, что здесь распушная дверь была, Аллода. Вот, смотри, завес, видишь? Один, второй спилили и там. Вот, завес внизу. Ну понял, да, наверное, просто. Просто распушная, не толстая. Бля, бля. Это петель. О-о-о. Ребята, вот это, да. А это что? Это две аппарели в подземелье, вот это. Вот это ядерное, да, вот это все? Да. Короче, друзья, вот эта дверь, обратите внимание, вот эта дверь, железобетонная, и бетон, и железо все вместе, видишь? Да. А сверху срезали, внутри бетон, что они пытались срезать эти блоки. И вот она открывалась, и закрывала вот этот вот проход. Валерий Кузьмин. Да, немерено вообще. Валерий Кузьмин. А вот само хранилище, где хранились, ядерное. И здесь, и там была, Паша, такая же дверь, только ее срезали. Наверное. Наверное. Раз. Потом вторая дверь, два. Еще тут было еще одна. Лестница даже у нас там, выглядели. Володя, тут радиация сто процентов есть. Ну что делать? Мы желаем. Давай тогда по-быстрому. Чтобы нам не облучаться тут. Я уже пошел. Ты уже пошел? Дожди меня. Короче, ребята, первый раз в жизни нахожусь в бункере, где хранились ядерные боеголовки. Реально двери, вы не представляете, толщина какая. Смотрите, вот это вот вход. Я не знаю, какой они толщины. Слушай, а как их открывали? Попробуй руками, ты можешь ее? Слушай, шутишь. Реально, они завжалили. Это такие. Это петли, да? Петли, да, реально. Смотрите, ребята, вот это вот петли на дверь. Дверные петли. Володя, попробуй утолкни, а? Да, по спрямям каким-то открывалось. Ты же посмотри, здесь то ли ролик какой-то был, то ли что, ездило пополуху, я так понимаю, не ищу. Как они, ты что посмотришь? Ну, толкни, ну. Кого толкнуть? Не? Да, просто. Надо толкнуть. А там что, тут ничего нет. Да где что-то написано? Работать нельзя, про часа, про след и прочее. Да, короче, нельзя работать. А где что-то не было? Перед стыковкой, перед стыковкой. Что это, блин? Смотри, Володя, не нырни. Слышишь, там, походу, тоже еще подземелье какое-то есть. Напишут, Паша, почему ты не взял экваланг? И затопили, да? Короче, вот одна дверь, Володя, вот вторая. Так, а третью уже срезали. Вот здесь стояла... А, не, вот она, она в другую сторону просто открывается. Запрещается работать более чем с одним... ЭД. ЭД. Что такое ЭД? Напишите в комментариях, кто знает, что такое ЭД. Толщина. Сколько здесь толщина этих дверей? Слышишь, а вот... Здесь уже вот железо вот это... Короче, это получается вот железный корсет, так? А внутрь заливался бетон. Смотри, какая толщина металла. Вот это... А вот это петли. Представляете, ребята, вот это петли дверные, которые держат вот эту дверь. Вот это, ребята, гайка. А вот это гайка. Одна. Из. Корректор, могу там, наверное, для себя уходить. Да. Тут что-то горело, вижу, как все закоптилось. Так, а что это здесь, у него дыра такая, если мне вот интересно? А там, в том тоже было, было цеху подполье такое, так? Ну, там не было воды. А что это, мне отвалились в трубах, какая-то железная, смотри, в цементе. Вентиляция просто заштукатурена. Тоже цех, вот, все разобрали. Все абсолютно разломано, разобрано. Представляешь, что это было, не самое изделие, что это за здание, когда не были рабочими, какая-то изделие, не может быть, цех, цех. Вообще-то, это больная, конечно, штука, штука. Здесь что-то стереянные, установки какие-то, наверное. Слышишь, Володя, у меня какой-то во рту сладковатый привкус. Ну, это отравление. Радиацией? Я не знаю, что. Сладковатый, горьковатый какой-то привкус в рту, ребята. Не знаете, это радиация или что-то. Я умираю уже, наверное. Володя, слышишь? Полный отдых, папа, смотри. Володя, если я умру, то чтобы только здесь не бросать. Полный отдых. Мне главное камеру у тебя забрать. Что это еще? Фонарик. Походу, эти такие же двери. Да, может были. И были в первом, да, их просто посрезали. А еще знаешь, что-то скажу, вот на входе здесь такая же дверь стояла. Ее срезали. Большие должны были закрываться, да. А здесь вот, а здесь? Вот, вот, Володя, вот. А, ну да. А вот здесь стояла такая же дверь. Открывалась она только вовнутрь. Вот она здесь стояла. Здесь работали выдержки. Да, вот, смотри, вот петли здесь крепились, Володя. Видишь? Ну да, на стенах были. Вон они крепились, привода всякие. Вот, ребята, когда вы видите игры, да, с бункерами, это вот точно такой бункер, в котором мы сейчас находимся. Вот они, вытяжки. Вот если бы это была компьютерная игра, сто процентов. Сюда ныряешь и выныриваешь где-нибудь в хранилище, где идет жизнь. До сих пор там работают всякие. Слушай, давай проверим. Давай. Так вот палка, Володя. Привет. О, лежит. Ну, как, дежурная, нет? Ну, дежурная нам такая надо. Нам дежурная и надо. Ну, небольшая. А ну-ка, здесь, с этой стороны. Тоже небольшая. Нет, там очень много чего накидано. Отправа, да. Туда ничего нет. Туда небольшая шахта. Там что-то есть такое. Туда что-то накидано. Туда пошло. Конечно, сколько можно себе позволить. Тут, а ну, видимо, там. Ну, ясно. Или небольшая, там, вот. Да, конечно, жестко. Жестко. Что там хранили вообще? Вот и само изделие тут хранилось. Что, бомба? Бомбу атомную. Атомная? Ядерная. Ядерная бомба, да? Что написано, кстати, на дверях? Проход и про... Проход и... Проход и... Проход и... Не поймешь. Всем, кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте внизу. Напишите ответы на все вопросы, которые я задавал, потому что я реально не знаю, что здесь, что за дверь, что там хранилось. Есть там радиация или нет? Ну, и подпишитесь на канал, кто не подписан. Слышь, Холодя, сейчас домой просим, надо по бутылочке йода выпить. Вот что, Селёна, что выпить? Говорят, вишню, это самое, радиацию выгоняют из организма, да? Йод? Да. Володиолосы выпудают. Видите? Трочно поставьте лайк, пожалуйста. У меня так не было волос, по мне непонятно. Поеду сейчас проверять уровень радиации. Йода были? Ну, это ж типа больницы. Что, блин, у меня уже память отказывают. Да? Надо йод срочно пить. У тебя нет? Смолок. Йода.